Так, ну давайте тихонечко начнем. В общем-то, кто будет присоединяться в процессе, соответственно, уже смогут тоже поучаствовать в нашей лекции. Наша лекция сегодня будет – это дифференцированный подход к лечению пациентов с возрастной макулярной дистрофией сетчатки. Что хочется сказать? На сегодняшний день много абсолютно у нас докладов именно по данной тематике. Это именно подчеркивает то, что данная тема, несомненно, актуальна. Данной темой занимаются многие исследователи в России, за рубежом, в общем-то, и как раз много возникает очень вопросов. Я постарался построить, в общем-то, именно практический такой доклад об основных моментах, которые, на мой взгляд, наиболее важны, которые именно нам могут помочь разобраться в некоторых сложных моментах. Итак, о чем мы сегодня с вами поговорим? Мы поговорим об основных таких моментах, как классификация, диагностика, типы ХНВ и ответ на терапию, попытка прекратить лечение, ловушки в диагностике и ближайшее будущее. Я убрал основные теоретические аспекты, основные графики, в общем-то, сделал максимально доклад практичным, для того, чтобы мы поняли основные моменты. В частности, классификационные аспекты. Мы знаем, что много абсолютно классификаций, и проблема вся в том, что многие доктора в практическом здравоохранении, конечно же, путаются, какой вид ХНВ, какой тип мембраны, как лечить и так далее и тому подобное. Основные моменты – это то, что некоторые пациенты хорошо реагируют на терапию, некоторые – плохо. Мы рассмотрим конкретно моменты, когда и в каких случаях, что происходит. Более важный момент – это попытка прекратить лечение. На сегодняшний день много очень мы встречаем статей, где авторы говорят о том, что лечат они пациентов, и в какой-то момент понимают, что лечить не стоит, потому что видят очень хороший результат. Об этом мы также посмотрим. Также мы коснемся ловушки диагностики. Это тоже важный такой момент, который нам покажет, в каких случаях мы путаем и ставим диагноз ВМД, и пытаемся лечить пациентов антивазополиферативными терапиями, а ответ, в общем-то, мы не получаем. И, конечно же, мы заглянем в будущее в плане того, какие сейчас ведутся разработки, и что в ближайшем будущем мы будем ожидать. Итак, начнем. Основные классификационные аспекты, основные классификации. На сегодняшний день мы знаем, что выделяют ВМД сухую форму и ВМД влажную форму. Признаки сухой формы множество. Это мягкие друзы, это сливные друзы, это кальцификаты, диспигментация, атрофические очаги, твердые друзы и так далее, тому подобное. Причем, если мы касаемся влажной формы возрастной макулярной дистрофии сетчатки, то в данном случае признаков тоже довольно-таки много. В частности, что мы имеем? Это отслойка пигментного эпителия сетчатки, геморрагия, неоваскулярная мембрана, энтогемораж интравитинальный, это различные проявления мембраны. В чем основная важность именно влажной формы возрастной макулярной дистрофии сетчатки? Дело в том, что возрастная макулярная дистрофия, влажная форма, сопровождается основным симптомом. Это неоваскулярная мембрана. При этом при наличии всех признаков, это могут быть и те признаки, которые присутствуют при сухой форме, наличие ДРУС, например, главным признаком все-таки является ХНВ. Что касается симптоматики? Смотрите, дело в том, что неоваскулярная мембрана включает в себя новые сосуды. Абсолютно всех сосудов есть два основных пути развития в патологическом плане. Первый – это излом. Когда возникает излом, возникает, соответственно, геморраг. Второй момент – это возникновение просачивания или ликеж. В зависимости от того, где находится мембрана, мы получаем ту или иную симптоматику. Каким же образом это все происходит? Посмотрите. Вот здесь приведена наиболее простая классификация, которая поможет всем практикующим докторам. В частности, это скрытая неоваскулярная мембрана, это классическая неоваскулярная мембрана, это смешанная неоваскулярная мембрана. Разница лишь в том, где эта мембрана локализуется. Давайте вспомним основные аспекты патогенеза. Что происходит? Под действием различных факторов запуска идет выработка фактора роста новообразованных сосудов. Именно это приводит к тому, что из хоре капиллярного слоя начинают расти сосуды для того, чтобы убрать все продукты распада фоторецепторов, то есть друзы, которые, в общем-то, мы видим на глазном дне. Дальше происходит манифестация мембраны или разорастание. Если она разрастается под пигментным эпителием сетчатки, это скрытая неоваскулярная мембрана. Если в зоне пигментного эпителия сетчатки, это смешанная неоваскулярная мембрана. Если над пигментным эпителием сетчатки, то есть прорастает все слои и уже в слое сетчатки начинает манифестацию свою, это классическая неоваскулярная мембрана. При этом два признака – это просачивание и излом сосуда. Если это происходит под пигментным эпителием сетчатки, мы получаем отслойку пигментного эпителия сетчатки и субретинальные геморрагии. Если это происходит над пигментным эпителием сетчатки, мы получаем ретинальные геморрагии и, соответственно, отек сетчатки или отслойку нейроэпители. Крайне коротко, крайне по пунктам, в общем-то, всю симптоматику я перечислил. На основании вот этих двух характеристик может идти развитие в одном направлении и в другом. Какие же еще выделяют типы? Довольно-таки интересные. Это полипоидно-хориидальная невоскулиризация, васкулопатия, мы ее тоже разберем. И, конечно же, это ретинальная ангиоматозная пролиферация. Что это такое? Как она проявляется? Как ее диагностировать? Мы это тоже сегодня разберем. Итак, здесь я как раз хочу показать новую классификацию, которая используется абсолютно всеми докторами во всех странах. Посмотрите, типы внеклеточных депозитов. Это мягкие друзы, это пахи друзы, это субретинальные друзогенные депозиты. Когда они возникают, мы можем говорить о невоскулиризации первого, второго или третьего типа, или о пахихориидальных состояниях. И мы на этой классификации видим, к чему это все приводит. Какие же бывают типы ХНВ? Для многих абсолютных исследователей, для многих офтальмологов. Это, в общем-то, большой вопрос. Как их диагностировать? Как отличить первый тип от второго? Что такое третий, четвертый тип? Мы это сегодня разберем. Я думаю, что основная моя цель будет донести до вас эту информацию, чтобы, в общем-то, было максимально все понятно. Итак, каким же образом мы можем определить невоскулярную мембрану и к какому типу она относится? Я не беру в расчет жалобы, сбор анамнеза, что является важным, несомненно. Самые основные принципы первое – это офтальмоскопия. Второе – это ангиография, например, флуорсцентная ангиография или с использованием индоцианина зеленого. На данный момент, учитывая, что красители у нас, в общем-то, ограничены в использовании, в диагностике, большая, конечно же, роль отводится ангио-ОКТ и классическому ОКТ. И, в общем-то, мы уже не можем сказать, что это дополнительные методы исследования. Конечно же, это рутинные методы. Итак, по офтальмоскопии буквально несколько моментов. Дело в том, что по офтальмоскопии мы можем заподозрить тип невоскуляризации. Каким образом? Еще раз повторюсь, все зависит от того, где мембрана локализуется. Над пигментным эпителием мы получаем ретинальные геморрагии, отек сетчатки, отслойка нейроэпителия. Супретинальное расположение мембраны, скрытая форма или оккультная форма, как ее называют, это супретинальная геморрагия, отслойка пигментного эпителия сетчатки. Но более подробно, конечно же, мы это можем сказать, только имея под рукой данные оптической когерентной томографии. Итак, как вообще строилась терапия невоскуляризации? В данном слайде представлена историческая справка. Все, конечно же, начиналось до 1980 года. Важно отметить, что на тот период лечения отсутствовало полностью. Была офтальмоскопия и были общие методы терапии, в основном, которые имели сосудистый характер. Именно направление в плане изменения сосудистого русла. Это связано с тем, что одна из теорий патогенеза сосудистая. В дальнейшем появились лазерные методы воздействия. Это термический лазер, это фотодинамическая терапия, что, несомненно, сыграло огромную роль в терапии возрастной макулярной дистрофии сетчатки. Так как мы получили некое приостановление прогрессирования данного заболевания. И на тот период, несомненно, это были революционные методы терапии. Но еще больший скачок в плане терапии, конечно же, связан с эрой антивазопролиферативных препаратов. То есть препаратов, которые блокируют рост сосудов. А мы, как в общем-то, выяснили, что в основе патогенеза и в основе именно характеристики влажной формы возрастной макулярной дистрофии сетчатки это неоваскулярная мембрана. Именно с этого момента началась патогенетическая терапия ХНВ. Итак, типы ХНВ, ответ на терапию, какая бывает неоваскуляризация и как себя ведет сетчатка при использовании тех или иных препаратов. Начнем с самой первой мембраны. Это первый тип, скрытая неоваскулярная мембрана. Здесь как раз на слайде слева я буду представлять как раз картинки, и они будут показывать локализацию мембраны в таком схематическом изображении. То есть мы видим, что это мембрана, которая из хоре капилляров проросла непосредственно в область, так скажем, пигментного эпителия, но манифестация мембраны произошла под пигментным эпителем сетчатки. Поэтому ее называют скрытая, поэтому называют оккультная или неоваскулярная мембрана первого типа. Итак, основные ее характеристики. До недавнего времени считалось, что процент пациентов с этой мембраной не так высок, но при глубоком детальном анализе выяснили, что до 40% пациентов с влажной формой возрастной макулярной дистрофии сетчатки имеют именно скрытую неоваскулярную мембрану. При этом внизу как раз на схемке мы видим, что сосуд, который в общем-то пророс из хоре капиллярного слоя, именно раскрывается, манифестируется под пигментным эпителем сетчатки. По данным ОКТ, голубой стрелочкой как раз показана данная мембрана, она активная, и по ангио-ОКТ справа красной стрелкой отмечена как раз эта мембрана. Важно сказать то, что ангио-ОКТ на сегодняшний день является ключевым методом диагностики. Именно он подчеркивает активность мембраны. То есть надо проводить терапию или нет. Конечно же важными моментами являются в диагностике и флуоресцентная ангиография, и конечно же ангиография с эндоцианином зеленым. В чем разница красителей? Буквально два слова, уверен, что вы знаете, но буквально напомню. Флуоресцентная ангиография для прокрашивания непосредственно сосудов, сетчатки, хоре-капиллярный компонент, в основном используется ангиография с эндоцианиновым зеленым, что, в общем-то, мы и видим на данном слайде. Данный тип мембран, в общем-то, понятие, насколько я попытался так более подробно рассказать, то есть он находится под пигментным эпителем сетчатки. Как же это проявляется? При офтальмоскопии мы можем практически ничего не увидеть, кроме сглаженности рефлексов. Глазное дно у этих пациентов может быть довольно-таки чистым, без геморрагии, потому что отчат под пигментным эпителем. Бывают основные жалобы такие, что у пациента изменяется зрение в сторону гиперметропии, именно потому что меняется оптическая ось глаза, и появляется некий плюс или уменьшается его минус, если у человека есть миопия. При этом оптическая когерентная томография дает нам возможность увидеть некое изменение сетчатки. В данном случае мы использовали SWEP-SERCE-ОКТ, которое, в общем-то, демонстрирует более подробно в паттерном режиме, где очаг, где идет утолщение сетчатки. Наиболее интересно, конечно же, именно визуально, но менее, так скажем, эмпирически, это 3D-картинка, когда мы можем увидеть приподнятых в зоне макулы, в зоне фавиолы и определить, что там находится очаг. Но при более, скажем так, привычном снимке оптической когерентной томографии, при B-скане, как, в общем-то, принято называть, мы видим образование под пигментным эпителем сетчатки, как, в общем-то, здесь и показано, то есть скрытая ноуаскулярная мембрана. Тем не менее, основным моментом является все-таки ангиорежим, где мы видим глубокие сосуды в глубоких слоях, и именно данный признак подчеркивает активность данной мембраны. Важно отметить, что скрытая ХНВ, первый тип, это, в общем-то, мембрана, которая имеет еще, так скажем, своего собрата. Вот, это еще один тип неоваскулярной мембраны, которую я сейчас скажу. Как же влияет антивазопролиферативная терапия? Посмотрите, антивазопролиферативная терапия влияет плохо. Вот, и практически вот здесь вот два снимка, разные абсолютно типы неоваскуляризации скрытого характера, но эффективность такую мы не получаем. Дело в том, что препарату антивазопролиферативному, который находится в витриальной полости, довольно-таки тяжело преодолеть барьер пигментного эпителия сетчатки и проникнуть в мембрану. Как правило, это пациенты именно с такой хронической патологией, которая долго наблюдается, долго лечится. Двоюродный брат, условно говоря, конечно же, этой мембраны, это полипоидная хориидальная васкулопатия. Что же это такое? Посмотрите, дело в том, что у данного типа неоваскуляризации очаг, именно манифестированная вот такая вот патогенетическая основа, локализуется непосредственно тоже в зоне под пигментным эпителиям сетчатки. Как правило, эта патология связана с тем, что идет утолщение хориоиды и хориокапиллярного слоя. Именно эта патология связана с развитием так называемых пахидруз. Как правило, они одиночные, как правило, размер до 125 микрон и, конечно же, локализуются они именно в фавиолярной зоне. Что касается распределения по расовому типу, дело в том, что у европеоидной расы встречается он реже, чем у людей, живущих на Востоке. Какие же моменты, в общем-то, мы можем увидеть по ангиокоте? Посмотрите, здесь как раз мы видим, что у нас локализуется не мембрана, а непосредственно утолщенные хориокапиллярные такие сплетения в зоне фавиолы. То есть полипоидную хориидальную васколопатию в некоторых случаях относят, в общем-то, как к неоваскулиризации первого типа, то есть все то, что находится под пигментным эпителем сетчатки. Второй тип. Второй тип – это мембрана, которая локализуется над зоной пигментного эпителия сетчатки. Конечно же, это классическая неоваскулярная мембрана. Я здесь, в общем-то, схематически ее изобразил в виде вот такого вот очага над зоной пигментного эпителия. Какие же, в общем-то, проявления? Хочется отметить, что в 9% случаев данная мембрана выявляется именно при экспресс-диагностике. Конечно же, мы видим схематическое изображение, что над зеленым вот таким скоплением клеток, внизу рисуночек, локализуется дерево, вот такая вот манифестированная мембрана. При этом, конечно же, именно и на флуоресцентной ангиографии мы видим вот эту манифестацию мембрану в раннюю фазу и позднюю фазу. И наиболее значимым, конечно же, является ангиокт, где мы видим непосредственно локализацию данной неоваскулярной мембраны в виде вот такого вот дерева, которое нам показывает активность мембраны, то есть мембрана, которую необходимо лечить, проводить в данном случае терапию. Какие же проявления на глазном дне? Самые разнообразные, которые связаны с увеличением зоны ликиджа и которые связаны с изломом сосуда, но процесс над пигментным эпителием. Поэтому излом сосуда – это ретинальный геморраж. Если мы рассматриваем распространение зоны ликиджа, конечно же, это отек сетчатки. В результате мы видим абсолютно все проявления на оптической когерентной томографии. Это утолщение сетчатки в макулярной зоне, это при 3D-режиме увеличение, скажем так, куполообразное, но над зоной пигментного эпителия сетчатки. Вот как раз мы видим это образование белой стрелочкой рядышком с фавиолой, которое, в общем-то, нам говорит о том, что здесь есть неоваскулиризация. И, конечно же, по данным оптической когерентной томографии, зоны отека показаны в виде вот таких вот кист, которые мы, в общем-то, видим, которые нам говорят о том, что мембрана активная. Но самую, так скажем, активность, конечно же, определяют данные ангиокотек, где мы непосредственно видим воскулиризированное русло. И это русло нам говорит, что здесь есть сосуды, которые надо лечить, которые надо блокировать. Важным моментом является то, как эти пациенты реагируют на терапию. Одним словом могу сказать – хорошо. Я представляю здесь данные по светочувствительности, то есть данные микропериметрии. Прошу обратить внимание на вот такой финальный график. Вот здесь вот он. Это столбики – это увеличение световой чувствительности, которое коррелирует, конечно же, с остротой зрения после каждой инъекции. То есть до инъекции – это вот как раз зелененький вот такой столбик. У нас светочувствительность невысокая. Как правило, такая светочувствительность у нас в районе 7 дБ. Дальше мы после первой инъекции получаем практически до 10 дБ увеличения световой чувствительности. В дальнейшем до 12 и практически до 14 дБ изменяется световая чувствительность. Наибольший скачок в центральной самой зоне первой графики. То есть это пациенты, которым вы будете делать 3 обязательные загрузочные дозы. И после каждой дозы эти пациенты будут вам говорить спасибо, потому что они будут чувствовать улучшение функциональных параметров зрения. Каким же образом изменяется морфология? Морфология изменяется тоже. То есть мы видим здесь снимок оптической когерентной томографии до и после проведенной терапии. После каждой инъекции неоваскулярная мембрана уменьшается. А следовательно уменьшается и вся симптоматика, в частности отек сетчатки. Сетчатка начинает проявлять свой фавиолярный профиль, но мы должны понимать, что мембрана никуда не девается, она не исчезает. Сосуды запустевают, тем не менее мембрана находится в спящем режиме. И после загрузочных инъекций в данном случае мы должны лечить пациентов. Еще раз напомню, первый тип мембраны под пигментным эпителем, второй – над пигментным эпителем. Третий тип неоваскуляризации – это ретинальная ангиоматозная пролиферация. Что же это такое? Это не мембрана в классическом проявлении. Это анастомозирующие ветви между хореоидой и между сосудами сетчатки. Внизу представлен схематический рисунок. Как правило, 34% неоваскуляризации приходится на ретинальную ангиоматозную пролиферацию. То есть сосуды из хореокапилляров прорастают через сетчатку, непосредственно к сосудам сетчатки. Или между сосудами сетчатки такие анастомозы могут быть и в зоне анастомозов. И может как раз проявляться абсолютно все прелести неоваскуляризации. Очень важным является, конечно же, анализ данных оптической конкурентной томографии. Это B-снимки, которые представлены внизу. И, конечно же, это ангио-ОКТ. В частности, в режиме инфейс мы видим вот эти точки, где есть анастомозирующие сосуды. И которые нам говорят о наличии данной патологии. То есть это третий тип неоваскуляризации. Четвертый тип. Четвертый тип – это смешанная неоваскулярная мембрана. Прошу обратить внимание на рисунок. Она состоит из двух основных частей. Первая часть – это та, которая находится под пигментным эпителием сетчатки. И вторая часть – над пигментным эпителем сетчатки. Соответственно, возникает вопрос, в каком случае в процентном соотношении будет превалировать та или другая часть. На вопрос ответить сложно. Почему? Дело в том, что эта мембрана в зависимости как раз именно скрытого и классического компонента может разделяться на несколько вариантов. Это преимущественно скрытый, преимущественно классический и именно смешанный тип неоваскуляризации. В общем-то, в зависимости от того, где локализуется данная сеть. К смешанному типу можно отнести не только две мембраны первого и второго типа, но и другие, которые в своей совокупности могут давать нам ту или иную картину. Конечно же, симптоматика здесь тоже разная в зависимости от того, какой тип неоваскуляризации преобладает. То есть при преобладании скрытого типа вся симптоматика, все проявления будут, конечно же, оккультной неоваскулярной мембраны первого типа. При локализации преимущественно в классическом варианте надпигментным эпителем сетчатки, конечно же, проявления будут классической неовоскулярной мембраны. Это отслойка нейроэпителия, это отек и, конечно же, это ретинальные геморрагии. В данном случае нам помогают данные флуоресцентной ангиографии и, прежде всего, наиболее актуальные, особенно в последнее время, это данные ангио-ОКТ, которые представлены как раз тоже здесь на снимке. В частности, различные, так скажем, именно составляющие данного типа неовоскулиризации. Как же себя ведет смешанная мембрана? Она ведет себя в зависимости от локализации основного манифестирующего компонента. Но в любом случае, конечно же, мы видим и надпигментные проявления данной мембраны. В частности, увеличение сетчатки в обычном, привычном нам режиме, конечно же, при проведении 3D оптической когерентной томографии и в данном варианте, привычном нам. Мембрана, которая локализуется, так скажем, под пигментным эпителием сетчатки, с выраженным отеком сетчатки над пигментным эпителием сетчатки и, конечно же, со снижением остроты зрения. Как такие пациенты реагируют на терапию? На первых трех инъекциях хорошо. То есть мы делаем инъекции, и у пациента улучшается постоянно острота зрения, уменьшается мембрана, уменьшается отек сетчатки. Но мы должны помнить именно ту аксиому, которую я говорил в начале лекции. То есть все абсолютно препараты хорошо воздействуют на зону над пигментным эпителием сетчатки, но плохо проникают под пигментные эпители сетчатки. Именно поэтому классический компонент над зоной пигментного эпители сетчатки, все препараты антивазопролиферативной направленности будут, конечно же, блокировать. Именно точно. Но, тем не менее, та часть мембраны, которая локализуется под пигментным эпителием сетчатки, очень плохо будет реагировать на терапию. Это основной и единственный тип такой мембран, который, в общем-то, принимает дефрагментированный подход к терапии. Одна часть работает, скажем так, именно поддается терапии хорошо, другая часть плохо. Функциональные моменты, о чем я говорил, действуют очень хорошо. Каждый раз после терапии мы получаем улучшение остроты зрения. Но эти пациенты, как правило, как и все остальные хронические, продление эффекта терапии между инъекциями у данной группы очень сложно. Потому что та часть мембраны, которая локализуется под пигментом эпителием сетчатки, как бомба замедленного действия, в любой момент может манифестировать. Активная фиброваскулярная мембрана. Она не относится ни к одному классу. И это мембрана, которая, в общем-то, довольно-таки прицельно изучается и точно последнее время, последние годы. Дело в том, что не бывает такого, что у пациента классическая невоскулярная мембрана сегодня, а завтра возник фиброз. Фиброз, как исход развития ВМД, он претерпевает несколько моментов. И существует переходная степень, когда у пациента мембрана начинает фиброзироваться, но, тем не менее, она еще активна. Это и есть активная фиброваскулярная мембрана, которая, в общем-то, может давать снижение остроты зрения. Каким же, в общем-то, симптоматикой мы можем оперировать именно при диагностике? Во-первых, это фиброз центральной зоны сетчатки, который мы видим. Второй момент – это ретинальные геморрагии, именно на фоне фиброза, которые нам говорят о том, что фиброваскулярная мембрана еще активна. И, несомненно, нужно так принимать кое-какие меры по поводу нее. Конечно же, мы видим утолщение сетчатки в центральной зоне. Это, в общем-то, наиболее хорошо видно на 3D-ОКТ в 3D-режиме и на более нам привычном уровне. То есть, мы здесь видим гиперрефлективную мембрану. Также это зоны отека, это, скажем так, вот эти полости и пустоты. Прошу вас обратить еще на одни вещи, которые, в общем-то, здесь наиболее интересны. Это вот такие вот закрученные моменты в зоне именно неоваскулярных мембран или в зоне такой тубуляции, которые нам говорят о хроническом процессе дистрофии, когда идет диссоциация нейрослоев именно фоторецепторного компонента. Часто очень именно вот такие тубуляции интерпретируются абсолютно по-разному. Тоже, как на новообразованная мембрана, как еще там какие-либо моменты. Нет, это именно зона перераспределения фоторецепторного компонента. Важным моментом является то, что при фиброзной неоваскулярной мембране может также присутствовать изменение на ангиокт, в частности, это сосуды, которые мы визуализируем. Данная мембрана тоже подвергается терапии, но надо понимать, что полностью она никуда не денется. Отек уменьшается, отек исчезает, отслойка нейроэпителия тоже уменьшается, но сама мембрана полностью никуда не девается. Дело в том, что абсолютно всегда терапия никогда не влияет на фиброз. Что же мы видим по данным ОКТ, в частности, при динамике? Несомненно, мы видим уменьшение фиброваскулярной мембраны. Это, условно говоря, может быть, это будет не совсем литературно, но максимально отразит именно патогенетический механизм усыхания мембраны. Фоторецепторный компонент тоже уменьшается, но еще раз скажу, что мембрана все-таки остается в том виде, в котором она есть. Как же реагирует сетчатка с точки зрения остроты зрения? Наиболее интересный момент. Идет резкое улучшение остроты зрения, функциональных показателей после первой инъекции. После второй-третьей инъекции пациент не получает ожидаемого такого эффекта. С чем это связано? Дело в том, что антивазополиферативная терапия в данном случае блокирует неоваскулярную часть мембраны. В дальнейшем уже при наличии фиброза, при отсутствии выраженной неоваскуляризации, вторая-третья инъекция, загрузочные дозы, как правило, плохо воздействуют на мембрану. А в дальнейшем мы можем получать некое даже ухудшение остроты зрения, так как идет блокировка сосудов, которые кровоснабжают, так скажем, без того бедный фоторецепторный слой. Это те пациенты, с которыми нужно разговаривать и которым нужно более подробно объяснять, что терапия необходима, но большой прибавки в дальнейшем эти пациенты уже не получат. Именно поэтому после таких загрузочных доз этим пациентам чаще всего проводят одну инъекцию в 3 месяца. Фиброз – наиболее частая тоже патология, которую пытаются лечить антивазопролиферативными препаратами. Я специально поставил этот снимок как такой демонстрационный. Прошу обратить ваше внимание на то, где сетчатка. Вот как раз верхняя вот эта вот часть над мембраной – это непосредственно сетчатка. Гиперрефлективный очаг – это фиброз. Антивазопролиферативная терапия в данном случае не работает. И не нужно назначать этим пациентам антивазопролиферативные препараты. Ни в коем случае. Потому что мы лишний раз дискредитируем метод. И часто бывает, что доктор говорит о том, что антивазопролиферативный препарат не работает. Начинаем разбираться и выясняем, что здесь фиброз. Когда назначать лечение уже не нужно. Итак, а можно ли вообще прекратить терапию? Ну, например, мы лечим, лечим, лечим. Получаем улучшение, улучшение, улучшение. И в какой-то момент мы просто прекращаем лечить. И на максимально хорошей остроте зрения продолжаем наблюдать пациента. И можем ли быть мы уверены, что эта острота зрения сохранится? Вы знаете, на самом деле попытки обосновать перспективу прекращения лечения, они не являются просто глупыми или просто пустыми. Дело в том, что мы должны понимать, наиболее выраженный сейчас тип лечения – это метод Treat and Extend. Буквально два слова напомню, что это такое. Все абсолютно пациенты с возрастной макулярной дистрофией сетчатки, влажная форма, этим всем пациентам необходимы три загрузочные дозы. В дальнейшем мы смотрим именно морфологию, именно функциональные параметры сетчатки у данных пациентов. Если через месяц не возникает у пациента никаких жалоб, отека, ухудшения зрения, мы этого пациента можем посмотреть еще через две недельки. Итого от момента последней инъекции до наблюдения проходит полтора месяца. Если есть какие-то отрицательные моменты, мы делаем инъекцию. В дальнейшем при наблюдении этот интервал мы можем увеличивать. Ну, соответственно, у многих абсолютно офтальмологов и возникает вопрос. Если мы будем увеличивать, 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 наверное, будет такой момент, когда мы просто пациента можем отпустить без терапии. Почему Treat and Extend – очень важный препарат, очень важный режим дозирования? Посмотрите, здесь представлен тоже еще и препарат, режим это PRM, то есть введение лекарств непосредственно по необходимости. Что это такое? Это такой режим, когда вводят препарат на пике проявления неоскулиризации. То есть ухудшение зрения или отек ввели препарат, дальше наблюдаем, пока он не возникнет. Как раз это лечение не очень хорошее, потому что мы лечим, когда возникают морфологические изменения в сетчатке. А Treat and Extend – это режим, когда мы идем на опережение и назначаем индивидуально такой подход, когда мы знаем, что если мы не сделаем, то могут возникнуть как раз разные отрицательные моменты. Именно поэтому многие исследователи увеличивали промежуток и выяснили, что в некоторых случаях мы можем увеличить промежуток до 16 недель и практически проводить 3 инъекции, 4 инъекции в год, и пациент будет себя чувствовать великолепно. Именно поэтому возник такой режим Treat and Extend – Stop. Его видно слева. Когда мы увеличим, увеличим и прекращаем лечение. Скажу откровенно, что в этот период возникла очень большой диссонанс в мире офтальмологов, потому что многие исследователи говорили обратно, что мы не можем прекратить лечение. И условно назвали режим Treat and Extend – Continua, то есть Treat and Extend – продолжение. Действительно, очень важным моментом является то, что заболевание хроническое. И практически полностью уйти с лечения, увеличивая интервал, никогда не получается. Я привел здесь исследование, которое демонстрирует, что у пациентов, которые длительное время получали антивазополиферативные препараты, до 22 инъекций, и потом прекратили лечение, первый год после отмены у 54-55%, независимо от остроты зрения, независимо от типа неоваскулярной мембраны, произошла дезактивация. Дезактивация, то есть активация по новой абсолютно той мембраны, которая была в дремлющем состоянии, ту мембрану, которую удалось заблокировать. Какие же моменты мы получили в первый год? Дело в том, что эти данные привели на Евроретине в 2019 году. В первый год, в ближайшие 3-5 месяцев у 55% возникла манифестация. Дальнейший процент – это те люди, которые как раз в первый год у нас активизировались, у которых мембрана. В дальнейшем последующие проценты с 5 до 14 месяцев как раз показали манифестацию неоваскулярной мембраны. Это именно говорит о том, что лечение прекращать ни в коем случае нельзя. Хочу вашему вниманию представить такой очень интересный пример. Это как раз пример из практики, который, на мой взгляд, является показателем. Или, так скажем, история одного пациента. Этот пациент, который наблюдался с 2015 года, визус у него был 3 десятых, и пациент, который непосредственно получал 3 инъекции, они выделены синим цветом. После этого он наблюдался, и мы его начали лечить по режиму тритон-экстент. Посмотрите. Практически удалось увеличить зрение слева, как раз вот эта вот часть, до 0,8. Причем этому пациенту мы стали делать 1 инъекцию в 2,5 месяца. То есть это был очень хороший результат, на мой взгляд. Это как раз режим тритон-экстент. Но, тем не менее, пациент решил, что у него хорошее зрение, зрение 0,8, и смысла, наверное, нет делать инъекции. В общем-то, можно попытаться их и не делать. Это как раз тот момент, о чем мы говорили. Но в данном случае решил не врач, а решил сам за себя пациент. Он ушел. Длительное время, в общем-то, 9 месяцев его никто не видел. И через 9 месяцев он обратился в одну из клиник, когда почувствовал ухудшение зрения с 0,8 до 0,5. Ему сделали инъекцию. Затем он вспомнил, что у него был интервал 2,5 месяца, и еще погулял и сделал опять инъекцию. Таким образом, вот эта непериодичность или лечение по режиму PRN, когда он чувствовал ухудшение, привело к тому, что зрение у него упало справа как раз в столбик до 0,1. Это зрение стало хуже, чем он пришел к нам изначально. И в 8 раз хуже того, что удалось добиться, именно используя режим Treat and Extend. Это говорит именно о том, что заболевание хроническое. И если у пациента произошел перерыв в лечении, то необходимо начинать все заново, с трех загрузочных доз. Как же у этого пациента изменялись данные оптической когерентной томографии? Здесь, в общем-то, я тоже как раз их хотел продемонстрировать. Слева та часть, которая, в общем-то, была под нашим наблюдением. Зрение с 0,3 до 0,8. Причем, прошу обратить внимание на центральную зону сетчатки. То есть практически неоваскулярная ткань, она действительно резорбировалась. Конечно, полностью она не может никуда исчезнуть. Но, тем не менее, появился профиль макулы и практически нормальная сетчатка. Тем не менее, справа мы видим, что ситуация довольно-таки запущенная. И ухудшение функциональных параметров центрального отдела сетчатки, несомненно, связана именно с тем, что идет прогрессирование неоваскуляризации, я думаю, что уже с очагами некого фиброзирования. Итак, основные ловушки в диагностике. Когда мы ставим ВМД и когда это не ВМД, рассмотрим тоже самые-самые основные моменты. Первый момент – это макулярные телеангиоктазии. Бывают двух основных типов. Слева прошу обратить внимание, что же это такое. Дело в том, что телеангиоктазия – это нейродегенеративное заболевание в центральной зоне сетчатки. И как раз может оно проявляться вот такими полостями, которые часто путают именно с отеком сетчатки. Но хочу сказать, что в данном случае нет неоваскулярной ткани. В данном случае нет ХНВ. Наиболее сложным является диагностика телеангиоктазии в том случае, если идет некая пролиферация. И в данном случае могут возникать сосуды, что подчеркивается по данным оптической когерентной томографии. В частности, при ангиокт. Что же делать в этом случае? Правило довольно-таки простое. Если есть неоваскуляризация, то, конечно же, мы проводим антивазопролиферативную терапию. И при данном типе мы можем проводить антивазопролиферативную терапию. Но это не является ВМД. Второй момент – это паттерные дистрофии. Здесь, в общем-то, представлен один тип. На самом деле их множество. Что же это такое? Паттерные дистрофии, как правило, это дистрофии сетчатки, которые передаются по аутосомно-доминантному типу. Некоторые случаи, бывают, передаются по аутосомно-рецессивному. Типов очень много. Это изменение пигментного эпителия сетчатки, изменение нейроэпителия сетчатки. В данном случае как раз у нас представлена дистрофия, которая очень похожа, в общем-то, на какую-то оккультную ХНВ, хотя это не оккультная ХНВ. Бывает дистрофия, паттерн дистрофии, крылья, бабочки и так далее. То есть их множество. Самый основной диф-признак именно при проведении дифференциальной диагностики – это отсутствие неоваскулярной мембраны при данных типах дистрофии сетчатки. Еще один важный момент – это тубуляция наружных слоев сетчатки. Про него, в общем-то, про тубуляцию я говорил, показывая снимок. Это вот такие закрученные моменты нейроэпителия, которые нам говорят именно о том, что идет поражение наружных слоев сетчатки. То есть их, как правило, некорректно интерпретируют, говоря о том, что это отек или изменение появления зоны ликиджа. Нет, несомненно, это именно такая дегенерация. Важно сказать, что и тубуляция наружных слоев сетчатки, и витилиформная дистрофия часто бывают, проявляются и идут параллельно с возрастной макулярной дистрофией сетчатки. Но когда их лечить, когда не лечить? Только нам может помочь ангио-ОКТ или, так скажем, любое исследование, которое визуализирует неоваскулярную мембрану. Но мы должны понимать, что это не ВМД, тем более влажная форма. Что же нас ждет в будущем? Дело в том, что в России, конечно же, у нас два основных препарата, которые, в общем-то, зарегистрированы. Это ранний безумаб, это афлиберцеп. За рубежом делают еще и бевоцезумаб, непосредственно витриальную полость. Но это уже другая история. И кажется, в общем-то, что ближайшее будущее, наверное, так и будет. Два препарата, пожалуй, и все. На самом деле нет. Идет развитие данной терапии очень-очень быстро, семимильными шагами. Дело в том, что это, еще раз просто повторюсь, основной патогенетически направленной метод терапии. Именно поэтому на сегодняшний день множество фирм занимаются разработкой препаратов. Посмотрите, много компаний, которые мы знаем, компании, которые мы не знаем, находятся на разных фазах исследований. И в ближайшее время будет множество препаратов. Какие же наиболее интересны, на мой взгляд, которые появятся на рынке и, наверное, займут свое определенное место? Это бролуцезумаб, который является молекулой, состоящей из моноклонального антитела, соединенные линкером, то есть таким именно пептидом. Конечно же, меньше, чем молекула всех препаратов, которые мы сейчас используем в практике. Поэтому эффективность, в общем-то, как предполагается и как показывают многие исследования, выше. Второй момент, это, конечно же, второй препарат, который наиболее интересный. Это абекепар, который, в общем-то, представляет собой тоже очень сложную молекулу с анкериновыми повторами. Большая молекула, но эффективность, в общем-то, тоже высокая. И, конечно же, это форицимаб, который действует не только на вазопролитеративный фактор, но и, в общем-то, у данной молекулы направленность несколько больше, чем блокада фактора роста новообразованных сосудов. Поэтому все препараты эти на рынке будут у нас. Все препараты, конечно же, эффективны, как показывают клинические исследования. Я думаю, что в ближайшее время мы получим еще больший арсенал своей терапии для того, чтобы лечить пациентов. Я постарался не загружать лекцию на час, на полтора часа для того, чтобы уместить в нее самое краткое, самое информативное, и чтобы она была максимально приближена, в общем-то, к практике. И именно для того, чтобы с практической точки зрения ее использовать. Итак, друзья, какие будут вопросы, что, в общем-то, пояснить, что рассказать, я сейчас открою чат. Звук есть, звуки сверху есть. Отлично. Но это маленькие моменты по поводу звука. Итак, какие есть вопросы, кому что непонятно, кому что пояснить. В общем-то, тема довольно-таки сложная, но я постарался ее именно, так скажем, упростить максимально, максимально сжать. Еще раз просто, пока, в общем-то, вы пишете вопросы, еще раз сделаю краткое резюме. То есть, несколько типов неоваскулиризации. Первый тип – это скрытая неоваскулиризация, та, которая находится под пигментом эпителием сетчатки. Второй тип – это классическая. Третий тип – это ангиоматоз, который, в общем-то, тоже мы разобрали. Четвертый тип – это смешанная ХНВ без типа, но которые, в общем-то, заслуживают внимания. Неоваскулиризация – это активная, это фиброз, который мы не лечим, и разные ловушки, которые, на мой взгляд, в общем-то, важно понять и важно знать. Это тубуляция, это витилифорная дистрофия, это паттерные дистрофии. В общем-то, основное отличие – это то, что у данных, скажем так, ловушек нет неоваскулиризации. Кто-то здесь чиркает на экране, прям так, с зеленым каким-то маркером. Я думаю, что, наверное, организаторы. Нет, это Ренат Рустамович, это не я. А, да, все, извините, Катерина. Есть вопросы, да, пожалуйста, в чате. Так, есть вопросы, давайте сейчас начнем тогда. Так, скажите, пожалуйста, будет ли запись в доступе? Екатерина, будет ли запись в доступе? Конечно, вебинар записывается, вы сможете посмотреть через личный кабинет, все так же, как вы подключались сейчас к нашему вебинару. Так, отлично. В общем-то, все на этот вопрос ответили, это замечательно. Так, эффективны ли ингибиторы ангиометеза при ангиоматозе? Очень интересный вопрос. Дело в том, что мы должны понимать, что ангиоматоз сетчатки в своем проявлении неактивным. Это просто сосуд, который у нас связывает две основные сети. Первое – это сетчатка. Второе – это непосредственно та часть платформы, которая относится к зоне хориокапилляров. Блокировать ангиоматоз смысла нет. Имеет смысл блокировать в том случае, если возникает воскулиризация. Когда возникает как раз ХНВ по типу, как при возрастной макулярной дистрофии, то да. Потому что на сегодняшний день мы знаем, что у некоторых препаратов появились, в общем-то, показания. Это неоваскулиризация любого генеза. В этом случае мы назначаем, конечно же, препараты. Спасибо. Почему нельзя сделать ТТТ вместо трех, а то и больше инъекций удалить одной процедурой мембрану? Тоже хороший вопрос по поводу ТТТ. Не могу сказать, что это плохая терапия, хорошая терапия. Нет. Дело в том, что абсолютно, как говорится, на войне все методы хороши. Во-первых, антивазопролиферативная терапия, повторюсь, наверное, третий раз, это патогенетически обоснованный метод лечения, который, в общем-то, позволяет нам блокировать все неоваскулярные сосуды. ТТТ-терапия, то есть использование лазера, более в этом смысле грубая технология, на мой взгляд. То, что она не работает или то, что она плоха, нет. Но на сегодняшний день при доказательной базе исследований, при рандомизированных исследованиях доказано, что антивазопролиферативная терапия обладает большей эффективностью, чем лазерное воздействие на сетчатку. Именно поэтому мы, когда назначаем антивазопролиферативную терапию, в общем-то, говорим о том, что терапия очень эффективна. Так, дозировка антивазопролиферативных препаратов при режиме «Континью» меняется или остается прежним? Тритон-экстенд «Континью» – режим, о котором мы только что сказали. Но, скажем так, такого режима, по идее, нет. Это образно. Именно в дискуссии разные школы офтальмологов начали режим «Тритон-экстенд» несколько менять. Тритон-экстенд «Стоп», но в противовес им, в общем-то, сказали, что мы не можем прекращать, поэтому условно назвали «Тритон-экстенд» «Континью». Правильно называть все-таки режим «Тритон-экстенд». То есть, еще раз просто повторюсь, что мы увеличиваем интервал. При этом дозировка препарата не изменяется абсолютно. Дозировка остается прежней препарата. Меняется только интервал. Он или увеличивается, или уменьшается в зависимости от активности мембраны. Мы должны понимать еще важный, на мой взгляд, момент, что развитие заболевания еще связано с тем, что меняется и сама неоваскулиризация. То есть, у некоторых неоваскулярная мембрана, она, так скажем, начинает нивелироваться. В некоторых случаях при изменении гормонального фона, при изменении каких-либо факторов, мы можем выйти из этого режима и уменьшить этот интервал. Скажите, пожалуйста, фотодинамическую терапию используете, в каких случаях лазерное лечение? Спасибо. Фотодинамическая терапия – тоже прекрасный метод лечения. И знаете, на мой взгляд, очень был бы теоретически эффективен, если подумать с точки зрения влияния на неоваскулярные мембраны, которые находятся под пигментным эпителем сетчатки. То есть, те мембраны, на которые не может повлиять антивазопролиферативный препарат со стороны витриальной полости, мы можем на них воздействовать в фотодинамической терапии со стороны общего кровотока. Да, абсолютно верно. Но именно исследований много, о которых, в общем-то, я говорил. Они показывают, что антивазопролиферативная терапия более эффективна. К чему я призываю? Я всегда считаю, что любой абсолютно метод исследования, любое само исследование – это теоретическая основа, цель, к которой мы стремимся. Но на самом деле, на практике, в общем-то, что является реальной клинической практикой, дела обстоят намного сложнее. У нас более сложные пациенты, разная возрастная группа, сопутствующая патология. И поэтому, если вы возьмете группу, например, ту же самую с оккультной неоваскулярной мембраной, и попробуете провести анализ именно выборочной группы, именно влияние антивазопролиферативного препарата и фотодинамической терапии, то я думаю, что результаты ваши будут ценны. Почему? Дело в том, что практически абсолютно все исследования редко дифференцировку такую проводят по типам ХНВ. Но, тем не менее, антивазопролиферативная терапия на сегодняшний день признана золотым стандартом. Скажите, что вы чаще вводите? Какой препарат при отечной форме ВНД? Спасибо. Скажу откровенно, плюс этой лекции, потому что она не инициирована ни одной абсолютно компанией. В любом случае, я стараюсь максимально объективно показывать данные. Экран вообще расчеркали зеленым, черным, синим. Ну ладно. Максимально стараюсь более объективно читать лекции. Мы используем два препарата, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации. Первый – это ранний безумок. Второй – это Афлиберцепт. На мой взгляд, понимаете, говорить, какой препарат лучше, какой препарат хуже, было бы, на мой взгляд, некорректно. Тем не менее, при более жестких каких-то, когда необходимо более жесткую терапию, более агрессивную, я предпочитаю назначать все-таки Афлиберцепт, потому что Афлиберцепт себя положительно зарекомендовал, именно если мы рассмотрим, например, исследование постхок-анализ протокола Т. Хотя, конечно же, мы здесь говорим уже о ДМО, но тем не менее, у пациентов с низким визусом, конечно же, мы получаем более выраженные изменения по функциональному характеру. Поэтому, если есть возможность использования, так скажем, и необходимость Афлиберцепта, можно использовать его. Тем не менее, если мы берем классические варианты, которые хорошо реагируют на терапию, здесь можно использовать и ранний безумок. Что лучше, что хуже, сказать тяжело, и еще раз скажу, что это будет некорректно. Используйте все, что есть у вас под рукой, потому что, как говорится, на войне все оружия, в общем-то, хороши. Спасибо за интересный доклад, Ирина Трустанович. Это пишет Дмитрий Геннадьевич. Добрый вечер, Дмитрий Геннадьевич. Хочу буквально сделать маленький такой анонс. Дело в том, что мы начинаем несколько лекций по витриоретинальной хирургии. Ближайшая лекция это будет через неделю. Мы рассмотрим основные принципы лечения макулярных разрывов. Дальше это будет диабет. И как раз Дмитрием Геннадьевичем мы прочитаем вдвоем лекцию по лечению пациентов с отслойками сетчатки. Сложных пациентов, интересных пациентов. Постараемся раскрыть все методы лечения. И я думаю, как раз новые методы Дмитрий Геннадьевич тоже очень подробно как раз расскажет. Скажите, пожалуйста, витилиформная маклодистерофия не требует лечения? Еще раз скажу. Дело в том, что требуют лечения абсолютно все. Так, меня слышно сейчас? Нет? Да, Ренат Рустамович, я отключила демонстрацию экрана. Ну ладно, хорошо. Требует абсолютно все патологии, которые, в общем-то, именно характеризуются неоваскулярной мембраной. Если есть неоваскуляризация, мы лечим. Если нет, мы не лечим. То есть не надо, так скажем, для себя определять форму, при которой мы проводим. Дело в том, что может быть и классическая неоваскулярная мембрана, но мы провели три инъекции, мы сделали адекватную терапию, и мы продлеваем с помощью именно метода подхода Triton Extend период ведения препаратов как раз. Но мы понимаем, что ежемесячные инъекции в данном случае при классическом варианте, они уже неуместны. Поэтому нет разницы, какая форма главная, есть или нет неоваскуляризация. Это основа, которая нам определяет именно метод терапии и наличие терапии. Я начинаю, спасибо большое, спасибо, все четко понятно. Так, еще какие вопросы? Что-то, может, я пропустил, кого-то, так скажем, обидел, кому-то что-то не ответил. Пожалуйста, вопросы задавайте, проблем нет абсолютно никаких. Таких, что кому-то интересно. То есть, в принципе, просто призываю вас, конечно же, относиться к пациентам очень бережно, определять тип неоваскуляризации, постараться структурировать доклад именно с точки зрения практической медицины. Ну и, конечно же, выбирать терапию, которая наиболее оптимальна. Следующая лекция у нас будет 8 числа, будет также 15 и 22. 15-го мы поговорим о лечениях диабетической ретинопатии с Денисом Валерьевичем и Петрачковым. 22-го с Дмитрием Геннадьевичем Арсутовым по отслойкам сетчатки. Поэтому присоединяйтесь, готовьте вопросы, постараемся, в общем-то, ответить и все продемонстрировать. Скажите, что вы чаще вводите, какой препарат? Ну, это вот как раз из той же оперы. Скажу честно, мы чаще всего вводим и афлиберцепт, и ранний безумак. Определить, что лучше, невозможно. Если более тяжелая ситуация, низкая острота зрения, то афлиберцепт. Если высокая острота зрения, то можно ранний безумак. Что лучше, что хуже, сказать сложно. Препараты оба прекрасно воздействуют на неоваскулярную ткань сетчатки. Спасибо. Еще вопросы? Тогда мы, Екатерина, завершаем, наверное, да? Да, Ренат Рустамович, я хочу в первую очередь поблагодарить вас. Спасибо. Интересная тема, шикарная лекция. Также наши коллеги, спасибо огромное всем за внимание, за то, что вы были сегодня с нами, за интересные вопросы. И также хочу повторить, что запись вебинара вы сможете посмотреть через личный кабинет. Единственная просьба – заполните фамилии, имя, отчество полностью для получения электронного сертификата. Спасибо. Спасибо еще раз все коллеги за интересные вопросы. Желаю всем всего самого наилучшего. Здоровья, берегите своих близких. Тем более, в общем-то, это актуально, особенно сейчас, в этот период. Вебинары мы будем, конечно же, продолжать. Думаю, что это, в общем-то, и хорошая возможность в этот период. Почему? Потому что, когда мы работаем нон-стопом, это редко удается. А здесь, в общем-то, есть такие возможности. Желаю, чтобы пациенты выздоравливали, чтобы у всех было хорошее зрение, и чтобы нам работы было поменьше. Поменьше, конечно же, в хорошем смысле этого слова. Всем благ, всем прекрасного настроения и всего самого лучшего. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok